По-итальянски название водопада звучит каскадо Делла Мармор, по-английски Мармор Фоллес. Прославился не только живописным пейзажем. В мире нет водопада выше, созданного искусственным путем. Центр Италии, на восточной части региона Умбрии и в нескольких километров от городка Терни. Искусственный источник послужил границей для рек Велена, которые вытекают из озера Педелука. Анкор-Вад – самый большой храм в мире. Общая высота водопада – 165 метров, мировой рекорд. В структуре имеет три уровня. С каждого уровня вытекает большой поток воды. У верхнего уровня самый большой поток, имеющий протяженность 83 метра. Познакомьтесь, это самый большой цветок в мире. Водопад создан еще до нашей эры римлянами. Город Риэти и прилегающие территории раньше были заполнены больными угодьями, которые создавались рекой Велена рассадником болезней, к которому редко приближались местные жители. Поэтому была поставлена цель высушить болото. Этим занялся консул римлян Куриус Дентатус в 271 году до нашей эры. Были созданы каналы, которые отводили потоки воды в местность близ поселка Мармари. Созданный канал получил название Куриана, а позднее назван искусственный водопад. Но спустя время река Велена начала заполнять неру, что угрожало городу Терни. Два города долго не могли решить и прийти к общим действиям. Но проблема не длилась слишком долго. Канал начал засоряться и высушенные болота вновь заполонили все свободное пространство. Папа Григорий XII в 1422 году решил восстановить канал, который прежде спасал от болот. В тот период его назвали Григорианский или среди местных жителей Риэти. Прошло около 100 лет и поступил приказ от Папы Павла III о расширении водоотвода. Так потоки воды было бы легче контролировать. Прошло еще 50 лет и был сделан второй канал, по приказу Папы Климента VIII. Водоотвод назвали Климентская впадина. Нера вновь получала слишком много воды и топила ближайшие города, из-за чего местные жители не могли спокойно жить около двух веков. В 1787 году Папа Пи VI приказал изменить каскады водопада. С тех пор никаких работ по изменениям не происходило. Все проблемы с потопами решились благодаря установленным каскадам. Самый большой самолет в мире к захватывающему зрелищу ежегодно устремляются толпы туристов. Когда-то здесь действовал «большой тур». Сейчас работа водопада более оптимизирована. Несколько раз в день напор резко увеличивается, что происходит из-за установленной гидроэлектростанции на реках Велина, которая регулирует уровень воды в реке. Именно в периоды повышения напора собирается большинство желающих посмотреть на сказочные потоки. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.